отлично ну что ребятушки сегодня мы наконец-то досматриваем последнюю часть внимание концентрацию 1 1 1 2 привет привет ой солнце сел садится айпад вырубился то ли он замерз давайте запишем звук на новый девайс мы не тут подогнали потестируем смотрим окончание интервью с ариной будет про транс изменен изменения сознания состояние сознания и я вам обещала сделать экскурс в историю современной эзотерии и ченнелинга я подготовилась почитала мануал по ченнелингу почитала темы исторические в ченнелинге рампу почитала и сейчас вам расскажу в мануале по ченнелингу говорится что последние 150 лет ну и вообще все время повышаются вибрации на земле и последние 150 лет вот это вот все развивается ченнелинг экстрасенсориком поэтому он все что было до не совсем то же самое хотя ченнелеры любят себя прописать к самому первому крутом чуваку который был вот он уже будет ченнелин но все-таки в мануале они говорят признают сейчас не то что тогда и сейчас вибрации повысились золотой век наступает по их мнению и куча продвинутых тем и можно быстро стать ченнелером и это легче чем вы думаете говорит мануал а исторические темы что началось все где-то в середине девятнадцатого века когда стали модны оккультные темы духи стал оберчение телекинез материализация левитации все вот это вот и в массы оккультные тела принес джон фокс и сестры фокс я про не очень поняла они были реальные или какие-то тоже духовно-астральные ну ладно короче они основали спиритуалистическое движение и дальше уже было много разных чуваков чуваку и понравился стейнтон мазис не понимающий написал ладно у которого была левитация столов не только антропология новый виток где стол с тобой разговаривают у этих тоже все уже было так так кого надо отметить ну конечно же тиасовское общество все-таки все-таки она вот туда в тридцать первом году 1831 елена петровна была бацка или и п.б. вместе с генри олка там основали тиасовское общество им по этим ченнелеским каналом сыпались письма махатамс с потолка прям подали письма спорят не сама ли себе елена подписывал эти письма ну ладно уж дело их в начале 20 века алиса были одна из них из их учениц ввела в обиход слова new age вот мы нашли его алиса бейли ура потом подуть их интерес к культизму и в середине 20 века опять всплыл с тем букетом который мы видим там все и исцеляли инопланетяне джейн робертс еще стоит упомянуть такой задрот в мире эзотерики на шестидесятом году творила книги по метафизике вырабатывал стандарты ченнелинга такой программист анальник как без него кто еще в системе систематизирует короче это касательно исторических моментов потом человек по имени марк стэвиш еще пытался сделать какой-то обзор эзотерики он у него очень путанный но но да ладно он кабале больше склонялся что в начале есть диван юнити божественное единение потом по мере материализации душа теряет божественную искру и на последнем этапе теряет память о своих божественных корнях ирина вуаль упоминала в общем не очень понятно там 1 вуалили несколько очень какие-то три барьера на проходит и эшкрафт новицкий рассказывает нам про тело света мы тоже тут просвет что-то разбирали что на самом-то деле есть две темы астральное тело и тело света которые разные и она говорит что есть мэджика про синалите магическая личность и астральное тело которое присутствует у всех такие какие-то эфирные штуки практика и концентрации можно их разглядеть а есть тело света это специально создается такая хрень для специальных целей она специально поддерживается и там уже всякие темы как рожается из какой-то эзотерической матки очень какой-то полный тамагочи эшкрафт новицкий рассказывает про шесть уровней которые проходят сознание и астральное тело дает доступ к трем из них потом происходит вот этот прорыв вуали происходит я что-то не то представляю лады вторая смерть и если специальные при при кушинс меры предосторожности не предпринял человек то он погибает и уже рождается в следующий раз в индийской отелька мы тоже такое замечаем с этими синдромами кундалини там что же кстати упад также нет никакого кундалини это уже в среднем века видимо вибрации поднялись и уже тема про кундалини всплыла короче что если поднимается куда ли не выше вишут хито все привет пока ну а есть тема что нужно просто знать как это делать есть тему что можно психическое расстройство словить или кровослияние и всякие неприятности в общем три уровня может со странным телом пройти а потом это пелена прорывается и нужно что-то еще не узнаю что это тело света или не света не сказали короче по ченнелерским делам и ченнелерскому мануалу все что делает ирина туда все прекрасно вписывается там и целительские моменты в описаниях контактов встречаются и разговоры с высшим я высшие я наставники все это там есть описано что целительской деятельностью могут заниматься ради блага всех душ эти сущности которые входят на контакт все все это присутствует там такое мануал очень радостный что всем это нужно все за всеобщее развитие что я хотела сказать про различия различия в подходе к психическим заболеваниям у ирины и лобсинга рампы как ни странно лобсинга рампа рассказывать в том числе про устройство ауры и упоминать что при психических отклонениях аура или куда-то перекрашивается или форму ее меняется или она вообще расслаивается или по цветам как она неравномерно начинает заполняться короче он явно описывает это как отклонение а в иринином подходе это вариант контакта ну и еще отличие в том что ченнелеры американские из мануалы не боятся никаких низких вибраций низких сущностей говорят что нет к вам никто не придет какой-то стрёмный вы сразу можете это отсечь потому что там духовные помощники всегда помогают все отлично так что вот бывает отзывы как о себе как о нечете странном и ирина передача говорит да вы что это же просто эзотерика ну в принципе по большей части так и есть и если сейчас посмотреть на конкурирующей организации которые сейчас как грибы повырезали мы с вами смотрели ирину еще до того как это стало быстрее вам а после я так понимаю он телепередач конкурирующей организации подсуетились и начались астральные разборки то одни какую школку сказали то другим отвечает потом эти первые отвечают на ответ в общем там скандалы интриги но все-таки наша кассиопея над признаться выглядит там более выгодно все такая более правильно если так можно сказать у них эзотерика потому что вот эти вот нападки это больше из какого-то разряда чего-то нахватались счет где-то услышали то ли продавая то то ли про ченнелинг и не в курсе люди что вообще делается в эзотерике что она собой представляет о каких-то основных вехах и и ну периодически это просто из-за разряда гадалок сидит девушка явно такая сугестивная я душа высокого уровня я целю все и я целью очень хорошо потому что я так сказала все таки кассиопе здесь более грамотно подходит с точки зрения эзотерики вот эти вот все темы свободы воли если с тобой это как-то сочетается иди если нет то нет всему свое время всем нужно разное и это нормально короче сейчас будем смотреть про измененное состояние сознания не отключайтесь по поводу каких-то моментов типа супервизии у психологов например есть свой личный психолог и они ходят к нему консультироваться вот правильно ли я провел сеанс каким-то людям у вас есть какие люди которые тоже могут контролировать насколько я поняла да к нам недавно обратилась женщина она врач терапевт она живет в беларуси она работала реаниматологом сейчас она терапевт она смотрит все наши видео и она обратилась к нам о том чтобы мы включили ее в команду кассиопия но она врач она именно все стандарты лечения знает она с дипломом мы с ней договорились что после того как будет диагностика от мида если человек пожелает чтобы она что-то объяснила или помогла в чем-то человеку правильно пройти это лечение проконтролировать его состояние то я могу дать этому человеку ее контакты и она уже будет именно как медик наблюдать за этим ну конечно же человек сам пожелает если индийский например братья организации там всегда есть гуру которые до определенного момента будут вести своих учеников чтобы они нигде не на косячили никого не повредили а тут получается в ченнелинге человек сам может себе открыть канал и получается никто не контролирует не смотрит что он открыл открыл ли он привиделось ли ему здесь уже в таких вещах как контакт как контактерство здесь очень сложно проконтролировать именно потому что мы выстраиваем человека канал как невозможно выстроить канал пока он полностью не будет уверен в себе понимаете понимаете сейчас я хочу ну опять же это может быть может считать что он уверен в себе но при этом порой чуть несусвятного и считает что он наполеон и завоевал мир весь знаешь ли в чем дело что если он уже говорит некоторые вещи которые негативно влияют на него или на окружающих это уже будет понятно что он в контакте с негативными сущностями мы так и объясним если у него опять возникнут вопросы а если у него вопросов никаких не возникнет ну опять это его право это его собственный жизненный путь как мы тут можно что-то помешать или что-то сделать здесь свобода выбора каждого человека мы вообще за то чтобы у всех была свобода выбор недавно было видео с андреем и он там очень много говорил о том что он за только за то чтобы не было учителей чтобы везде была свобода выбора да мы тоже за это но у нас с максимом несколько удивил тот факт что он не считает учительством духовном свою деятельность по критике других эзотериков это же тоже учение определенное то есть человек может действительно быть против чего-то но в себе этого не видеть такое вот тоже часто бывает бывает а я еще кстати забыла насчет измененном состоянии сознания так в итоге контакт происходит в измененном состоянии сознания или или нет ну как измененном я вижу чувствую все как ну обычно дал у меня состояние несколько такое знаете я чувствую этот поток мыслей и у меня состояние такого вот как от полуастрала то есть я могу там плохо чувствовать свое тело например я могу чувствовать свет там который меня поступает я могу чувствовать растворение я могу чувствовать что через меня говорят то есть такие состояния бывают, но они не всегда, они бывают периодически. Я просто видела на разных видео, где вы лежите в таком полусне, а в других вроде бы в сознательном состоянии просто транслируете как будто бы рядом с вами. Человек что-то говорит. Где я лежу, это у меня не контакт. Это мне Валера, один регрессолог. Есть такой Валера, у него свой канал на ютубе. Он занимается регрессологией, то есть он делает человек регрессию, чтобы он вспомнил свою прошлую жизнь. Вот такая вот у него есть услуга. Смотрим с вами на вот этого дядечку. Первое ваше впечатление, кто этот дядечка? Я увидела перверта. Он очень-очень отстранен, и он где-то находится, где-то улетел куда-то. Валерочка это наш. Так вот, наш Валерка мочканул сто женщин. Это маньяк. Он к нам приезжал еще в прошлом году, к нам с Максимом, он сам в Липецке живет. И к нам приезжал в гости пообщаться со мной, смотреть с кем я контактирую. Он тоже интересуется всем этим мифологиям. И потом он решил, раз все равно приехал, я говорю, а как это? Говорю, регрессии. И он решил мне показать на мне уже. Да, я лежала там в этом. Это он настроил камеру. Пау, пришел. Пау, пришел. Валера. И когда он мне ввел в состояние такой регрессии, то есть он стал говорить сначала, ты вспомни, что ты делала день назад, неделю назад, где ты была, где ты была мальникой. Сейчас я щелкну пальцами, тебе будет три года. И я ему описывала, что вижу. В общем, это был не контакт. Нет, это был не контакт. Я потом смотрела эту регрессию, потому что когда я из него вышла, я практически ничего не помнила. Потом он мне скинул видео, я его посмотрела. Сама даже очень удивилась, что оказывается, я себя вспомнила гуманоидом, который похищал людей. Мы еще думаем, о, как интересно. То есть я это даже не помнила, что я там конкретно рассказывала. А потом, когда посмотрела, я удивилась. Ну а когда я находилась там, да, я видела, что вот этот вот корабль, что вот я там эту женщину затаскиваю. То есть если смотрела, ты всю регрессию, да? Нет, я только кусочек увидела. Они есть у него на канале, мои регрессии. Вот. И там есть, можете тоже посмотреть, они даже лежат и рассказывают. Это не контакт, это регрессия. А в контакте, получается, вы как только зовете МИДа, он и приходит? Или он сам приходит, когда захочет? Мы с ним договариваемся в определенное время. Например, сегодня, когда мы на три часа договорились, он уже там пришел, он чувствует. Когда у нас бывает три часа, он уже знает наше время, он приходит. Он приходит поговорить с человеком, или он приходит на конференцию, когда мы проводим вот эти все конференции, которые вы смотрите. А вот такое ощущение, как будто он все время тут тусуется, тогда непонятно, когда же тогда он у себя на планете. Нет, он не всегда. Вы видите видео, ты видишь видео только тогда, когда он... Мы специально снимаем это все. Для ответов на вопрос. То есть в любой момент его позвать невозможно? Нет, его позвать невозможно. В любой момент я могу только с керкетоном поговорить, но это ментальный контакт нужен. Это уже мне нужно ложиться, отключаться и там по-другому все. Это не как с МИДом. У меня не астральный с ним, а ментальный контакт. Там ты уже полностью отключаешься от этой действительности, от реальности. Уже ничего не видишь, только с керкетоном общаешься. Измененное состояние сознания. Ну, там-то, да, полностью отключаешься, не чувствуешь своего тела. Отключка такая происходит. А вам не измеряли электроэнцефалограмму? Да, делали мне электроэнцефалограмму в этот момент. Но мне тогда было 14 лет, и мне тоже просили вступить в контакт, я уже тогда с Киркетоном общалась, вступить в ментальный контакт с Киркетоном, и смотрели, что происходит. Ну, мне было 14 лет, то есть это было 20 лет назад. Что я помню, я потом спросила у медиков, что там они нашли, они сказали, что есть признаки, как же они сказали, типа транс, они называли транс, его природа как бы неизвестна. Ну, транс — это нечисленное сознание-сознание. Я просто помню слово «транс», да, а вот там, я говорю, что это такое, что это такое? Ну, это, говорит, такое бывает, говорит, транс, психологическое явление, но они мне не объясняли, ну, я не расспрашивала, мне неинтересно было. То есть они говорили, что по электроэнцефалограмме признаки транса присутствуют в момент контакта, на это я помню. В шаманских техниках же тоже шаманы все свои ритуалы совершают в этом трансе, ну, и, собственно, это и есть изменённое состояние сознания. Значит, у них тоже контакт. Я просто читала статью про ченнелинг, и там всё время приводили шаманов, что вот это пример ченнелинга. Ну, значит, у них тоже контакт. Тогда в 14 лет, когда были эти контакты, вы общались с остальным социумом? С Международным Союзом не общалась. Так, с людьми, конечно, я в школу ходила, с мамой общалась. С Международным Союзом остальным нет, только с Кирхитом. Но коммуникация с людьми в классе была нормальная? Да, нормальная. Моя мама пришла, кстати, рассказала учительнице о моих контактах, она взяла всему классу, поскольку. Но они никак не гнобили? Нет, они меня расспрашивали и хотели тоже полететь с Кирхитом. А, то есть они, получается, не издевались никак и представляли наших детей. Мне кажется, что они легко могут затравить за любую мелочь. Нет, ну, были там двое парней в нашем классе, все-таки это был уже седьмой класс, по-моему. И были там пару ребят, которые говорили вот там, ну, пытались смеяться, но они не... Даже те, которые меня слушали, они их отстанет и говорят, ну, то есть они сами как бы за меня заступали, можно так сказать. Да и что они будут менять? Я говорю, что я говорю, ну да, я видела, и что они... А что ты там нам сама не рассказала? Это же интересно, куда ты летала? Ну, нормально отнеслись были. Так, у нас уже времени. Ой, какой-нибудь последний тогда. Кто повлиял из тусовки ченнелерской на вас? У вас есть какие-то авторитеты в этом поле эзотерическом? Это Крайон или кто? Есть какие-нибудь люди, на которых вы ориентируетесь в этой деятельности? Знаешь, я очень люблю читать, на самом деле, но у меня сейчас просто нет времени. Ну, насчет Крайона. Я его не читала, то есть, да, именно Крайона. Я про него много слышала, но я его не читала. Я сама с ним общалась, то есть, с той сущностью, которая называется Крайон, это групповой плазмойный рамп. Ну, с некоторыми из них. Ну да, там, как этого зовут? Ли Кэрол, что ли? А он у него не единственный контактер, там много у него контактеров. Так, ладно, Ли Кэрол это один из них. Значит, кто авторитет? Ну, авторитет, если в смысле, кто нравится из эзотериков. Ну, я упомянула Добзон Хрампу, он очень хорошо пишет. Его книги мне нравились одно время, очень интересно. Есть еще Робочерака Улима Апкинсон тоже, но он больше Теосов. Но он пишет намного понятнее Блаватской, потому что, когда Кирхетон, мне было 15 лет, он сказал, вот Блаватская была контактером, возьми, прочитай ее книги, они тебе помогут понять, что такое контакт с Лером. С планетой и Слером. Я попросила свою маму, у меня было на тот момент 15 лет, и говорю, купи мне книги Блаватской. А она не могла их найти, потом поехала в город, привезла мне, по-моему, Тайную Доктрину, я еще помню. Я ее пыталась прочитать, и я помню где-то, ну, страниц несколько, может быть, 10-15, все, я ее больше не открыла. Ну, там, да. Она еще говорит, что ты не читаешь, ты же ее просила, эту Блаватскую. Я говорю, ты сама попробуй. Не, для нее это было вообще непонятно. Маму, получается, поддерживала во всем? Ну, я ее просто попросила. Нет, сами контакты она не поддерживала, то есть она в любом случае говорила, что, ну, для чего тебе это надо, там, вот это все. Ну, когда я книгу ее попросила купить, она, ну, и что, она знала, что я там люблю читать. Она поехала в город, просто зашла в книжный магазин и говорит, здесь у вас там Елена Блаватская, я же ее записала на листе, они говорят, да, несколько книг. Она одну купила, привезла, говорит, ну, ты же просила, вот, читай. Я почитала, потом уже не стала, она говорит, что ты не читаешь? Я говорю, не хочу, а что ты мне сказала? Я говорю, это мне Кирхетон посоветовал. Она говорит, ну, и что там? Тоже пыталась прочитать, ну, вот это, говорит, он тебе насоветовал, вообще ничего не понятно, то есть еще вот так вот. То есть она, получается, без какого-то резкого осуждения, без запретов? Ну, она уже к тому времени привыкла. Это вначале она как-то пыталась. Я же на физический контакт ходила, она два раза в неделю влез, она мне говорила, нельзя ходить, опасно и так далее. То есть, а потом она уже, ну, привыкла к этому более-менее, успокоенно реагировала. Она не приходила вместе на физический контакт посмотреть, кто там? Он не прилетит, если кто-то придет, она должна одна быть. Так, ладно, мне нужно готовиться к конференции. Да, спасибо. Всем, кто меня смотрит, до свидания. Хорошо. Давай потом напишу, потом посмотрим. Ну, малыши, а где же твой Карлсон? Он улетел, но он обещал вернуться. Милый. Хотела сразу сказать про Максима. Я не знаю даже, почему люди так на него реагируют. На самом деле, он внутри очень добрый человек, внутри. Вот эта вот его внешность, она может несколько сбивать стол. Вы нас, может, не видите, но нам, ко мне уже в затылок что-то лезет уже давно. Но на самом деле, это ваши проблемы с вашим затылком. Мы не видим вас, мы не можем даже к вам нормально обратиться. Девушка она. Начнем с этого. Вообще, 34 года, это вообще женщина. Женщина. Нет, женщина, которая рожала детей. Ты девушка. А, ну да, понятно. Женщина, которая с мужем. Ну, мы называем тех, которые рожали детей. Поэтому она девушка у нас. Просто он привык откровенно рассказывать. Разные люди есть. Люди имеют свойство меняться. Ага, хорошо. Тебе дайте его телефон? Да, да, у меня нет контактов. Я тебя в WhatsApp-е скину. Хорошо. Ну ладно, если что, давай, пока-пока. Ладно, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok